Фильм основан на судьбе бригантины Альбатрос, затонувшей 2 мая 1961 года, якобы из-за белого шквала. Интересные факты. Корабль, использованный в фильме, называется «Око ветра», первоначально построен в 1911 году как шхуна с верхним парусом и переоборудован в 1975 году в бригантину. Теперь она оформлена как бриг. Он также использовался в фильмах «Голубая лагуна» 1980 года, «Остров дикарей» 1985 и «Тайпан» 1986. В этом фильме вы узнаете краткий пересказ фильма «Белый шквал». Поехали! В фильме рассказывается о злополучном школьном путешествии под парусом под руководством доктора Христофера Шелдона, которого мальчики называют Шкипер. Он жесткий и учит дисциплине. Он устанавливает тесную связь с всеамериканским Чаком Гигом, проблемным богатым парнем Фрэнком Бомонтом, застенчивым Гиллом Мартином и плохим парнем Диллом Престоном. В первые же дни выясняется, что один из членов студенческой бригады, Гилл Мартин, страдает акрофобией и даже не пытается спасти Чака, который чуть не задыхается, когда запутывается в снастях после того, как соскользнулся с одной из мачтов. После того, как Чака спасает Шкипер Шелдон, Гилл получает приказ карабкаться по веревкам, чего он в конечном итоге не может сделать и назначается альтернативная ограниченная обязанность на борту. Снобизм Фрэнка заставляет его сталкиваться лбами с большинством мальчиков, особенно с Дином, в то время как Гилл однажды ночью рассказывает Чаку о своей беспокойной семейной жизни на их койках, которые Фрэнк слушает и также отождествляет с собой. После многих злоключений на суше и на лодке, мальчики начинают серьезнее относиться к учениям Шкипера и начинают вести себя как настоящие товарищи по кораблю, а Чак, Фрэнк, Гилл и Дин становятся крепкими друзьями. В конце концов, бригантина причаливает к берегу и мальчики прощаются с островом. Богатый отец и мать Фрэнка наносит ему неожиданный визит, пока команда находится в порту. Фрэнк расстроен тем, что его властные родители плохо рассчитали время визита и он отделяется от мальчиков и их праздников, когда его родители требуют, чтобы он пошел с ними на стейк-ужин. Отец и сын вступают в кулачный бой и еще больше отдаляются друг от друга из-за визита и драки. Фрэнк напивается и приходит на вечеринку, и его выводят в Чак, Гилл и Дин. На следующий день после ночи празднеств экипаж снова вышел в море. Когда бригантина встречает стаю дельфинов, Фрэнк, все еще злящийся на своего отца, выражает свою ярость, стреляя в одного из дельфинов из гарпуна. Шкипер требует, чтобы Фрэнк хотя бы избавил животное от страданий, но он не может заставить себя, поэтому Шкипер убивает его, затем говорит Фрэнку, что его присключили из программы и высаживает его на берег в следующем порту. В день своего отъезда Фрэнк извиняется перед Шкипером за инцидент на лодке, и Гилл прощается с ним, который набирается смелости взобраться по канатам, чтобы позвонить Фрэнку в колокол. Вскоре после этого, находясь в море, бригантина сталкивается с причудливым штормом – белый шквал. Судно разбито морем, и мальчики пытаются использовать то, чему их научил Шкипер, чтобы пережить ужасные испытания. Большинству из них удается покинуть судно, но Гилл, Дин, жена Шкиппера и повар Джордж тонут. Когда выжившие спасаются и достигают земли, Шкипер предстает перед судом, а влиятельные родители Фрэнка призывают отозвать его лицензию. В конце концов, Шкипер отказывается позволить обвинять кого-либо еще в катастрофе и берет на себя ответственность, но все его бывшие ученики заступаются за него, и Фрэнк поворачивается против своих запугивающих родителей, чтобы поддержать Шкипера, поскольку все мальчики обнимают его. Конечные титры объясняют, что на самом деле погибло всего 6 человек, 4 студента, и посвящают им фильм. Актер Бальтазар Гетти – это сын Джона Пола Гетти III. Режиссер Ридли Скотт позже расскажет историю отца Бальтазара Гетти, похищенного в Италии в 1973 году в фильме «Все деньги мира», который вышел в 2017. Не забудьте поставить лайк и нажать колокольчик. Увидимся в следующем видео.